День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы продолжаем работу с конструктором Wix. Сегодня задача наша начать создавать сайт. Для этого мы с вами выбираем шаблон. Я в данном случае выбрала вот такой шаблон, который называется IT-решение. Он по дизайну подходит к цели моего сайта. Я здесь буду предлагать подписаться на свой курс по SEO-настройкам блога на WordPress. Внешний вид сайта достаточно отвечающий тем запросам, которые мне необходимы. Поэтому я выбираю данный шаблон и просто перехожу к его редактированию, кликая вот по этой кнопке. Итак, вот сейчас в данный момент мы с вами видим холст того шаблона, с которым собираемся работать. Для того, чтобы начать работать с этим холстом, я пока закрою панели инструментов. Цель сегодняшнего видео такова. Мы должны с вами понять и разобраться с областями объектов на холсте шаблона и возможностями работать с таким объектом, как текст и объектом изображения. Первое, на что мы должны обратить внимание, это то, что проводя курсором по холсту нашего сайта, шаблона точнее сайта, мы видим, что курсор может быть в виде вот такого якоря, вот как сейчас на экране отображается, а может быть в виде вот такого обыкновенного курсора. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы с вами, проводя курсором по холсту, попадаем на определенные области объектов. И посмотрите, вот я сейчас выхожу на такую область объекта, как фотография или изображение. Обратите внимание, что выделяется очень тонкой рамочкой это изображение и появляется подсказка. Вот она, это подсказка фото. Вот если я провожу курсор в правую сторону дальше, то я вижу, что второе изображение, оно является отдельным от первого. Это не связка укомплектованных изображений вместе, это разные совершенные изображения. Потому что вот область выделения данного объекта отдельная. Опять появляется подсказка фото. Вот сейчас я опять вернулась на это изображение. И очень тоненькая рамочка. Если я подвожу курсор вот, например, к этому тексту, то я вижу выделение рамочкой область этого объекта и подсказка, что это текст. Посмотрите, вот это кнопка. Вот если я сейчас подниму немножечко страничку и вот подведу сюда, то посмотрите, вот у меня подсказка оранжевая. Хедер. В данном случае я нахожусь в области хедера. Если я подведу вот сюда курсор, то я вижу, что это горизонтальное меню. Если я выведу вот сюда на текст, то я вижу, что это текст. А если я опущу вот сюда на синий фон свой курсор, то посмотрите, у меня появляется подсказка, что это полоска. Вот таким образом мы с вами выявляем области объектов на нашем холсте. То есть для того, чтобы мы могли ориентироваться, что мы находимся в области объекта, мы с вами получаем вот такие подсказки. Но для того, чтобы выделить объект и конкретно начать с ним работать, нам необходимо с вами навести курсор на область объекта и кликнуть правой кнопкой мыши. Сейчас мы с вами работать с этим объектом не будем. Мы просто обратим внимание на то, что у нас появляется конкретное меню для данного объекта. То есть вот эти кнопки, которые появились у нас вверху, это конкретные кнопки для работы именно с фотографией. Если я кликну вот на эту фотографию, у меня появятся точно такие же кнопки меню. Но если же я выделю текст объекта, у меня появляются другие кнопочки. Очень важно вот эти вот большие надписи. То есть здесь кликая на эти надписи, вы выходите на определенные настройки, какие мы с вами опять же чуть позже поговорим. Если я кликну сейчас, например, вот на такой объект, как горизонтальное меню, посмотрите, у меня появляются совсем другие кнопки с другими надписями. Но они конкретно соответствуют именно данному объекту. Итак, подводим итог. Для того, чтобы выяснить область объекта, нам достаточно проводить курсор по холсту нашего шаблона. Для того, чтобы работать с объектом, его надо конкретно выделить, кликнув левой кнопкой мыши на данный объект. Работа с объектом текст. Для того, чтобы было все понятно, давайте мы с вами просто поработаем с таким объектом. Выделяю вот этот объект текст, где написано IT-услуги. Это заголовок сайта, мне его нужно поменять на тот заголовок, который будет соответствовать тематике моего сайта. Что я делаю? Я захожу на кнопку «Редактировать текст» и получаю рядом, посмотрите, очень серьезную, такую большую панель инструментов для работы с текстом. У меня выделен текст IT-услуги. Я хочу сохранить этот шрифт, этот размер, потому что я понимаю, что тот дизайнер, который создавал этот шаблон, он профессионал. Здесь я вижу, что я работаю с заголовком сайта. Это мне понадобится тогда, когда мы с вами будем оптимизировать наш сайт. Здесь у меня шрифт «Импакт». Я вижу, что размер шрифта у меня 42 пикселя. Это у меня панель, которая поможет мне работать с форматированием текста и с определенными эффектами. Итак, я заменяю этот текст на свой текст. Как видите, область текста, которую предложил шаблон, немножко маловато для того названия, которое я хочу здесь на этом сайте установить. Что я делаю? Давайте я пока закрою эту панель инструментов и покажу, как нужно поправить данный текст. Я просто хватаю вот за этот маркер области выделения и вытаскиваю, протаскиваю эту область выделения чуть дальше. Видите, там, где они совмещаются с областями, появляются такие малиновые свечения, которые вам показывают, что вот в данном случае совмещение прошло с границей самого сайта. Поэтому с правой стороны появилась вот такая малиновая линия. Мне нужно сделать следующее. Я должна в конце этой области написать слово «Бесплатно». Это значит, что я должна показать людям, что подписка на данную рассылку бесплатна. Я перетаскиваю вот эти настройки сюда, прогоняю курсор в конец этой области и пишу «Бесплатно». Выделяю это слово. И так как у меня кнопки у шаблона ярко-желтые, то я и это слово, а оно у нас сигнальное слово, делаю желтым. Теперь я хотела бы сделать определенный эффект. Приподнять это слово над холстом сайта. Я выбираю вот этот эффект. И закрываю редактор. Вот таким образом выглядит это слово. Ну давайте попробуем еще и выделить вот эти вот слова. И тоже дать тот же самый эффект. Приподнять. Вот так вот. Вот таким образом мы с вами проработали с текстом. Давайте посмотрим, как будет выглядеть данные изменения на сайте. Ну вот видите, они смотрятся достаточно ярко. Я оставляю эти настройки. Выхожу назад в редактор. И теперь работаю вот с этим текстом. Вот я его выделила. Конкретно вот этот текст. Я его хочу заменить на другие, на другую фразу. Вот эту фразу. Все для начинающего блогера. Это название моего сайта. Я решила здесь поменять шрифт. Шрифт я выхожу. Он у меня сейчас play-шрифт. Я беру шрифт Антон. Он более яркий. И точно так же поднимаю эту фразу над холстом. Все. Вот эту работу я с текстом выполнила. Я надеюсь, что вы поняли, как легко и просто можно работать с текстом. Теперь работаем с объектом изображения. Выделяем объект изображения. И получаем большое количество всевозможных кнопок. Но прежде чем работать с этими объектами, я хотела вам показать следующее. Очень часто бывает так, что вы начинаете работать и редактировать сайт. И выясняется позже, что оказывается то, что сделали вы, смотрится намного хуже, чем было сделано дизайнером. Чтобы не возвращаться. Вот видите, предлагают нам обязательно сохранить сделанные изменения. Очень важный момент. Как только вы сохраните, вам предлагают присвоить вашему сайту домен. Естественно, он у меня на бесплатном тарифе. Поэтому остается основной домен тот, который присвоил мне конструктор. И я должна просто дать еще ему дополнительное имя. Я его назову тестовым. Вот так вот. Напишу тест. Сохранить и продолжить. Все у вас появился. Вот он сохранился. И у вас теперь появился новый сайт, который будет так и называться. Предлагают вам его опубликовать. Опубликовывать пока еще рановато. Вы можете изменить доменное имя. А можете просто написать готово. Все. Работаем дальше. Продолжаю. Дело в том, что вот эта вот работа, она может выглядеть намного хуже, чем ту, которую предложил вам дизайнер. Для того, чтобы вам не возвращаться и не переделывать все заново, я обычно делаю так. Выделяю объект. В данном случае я выделяю вот этот объект. Вот этот вот объект страницы. Вот появляется вот такая кнопка. Или еще ее называют ручка, которая растягивает холст. Я его захватываю левой кнопкой мыши и стягиваю вниз. У нас потянулся объект текст. Давайте мы его вернем на место. Это все очень даже хорошо, что оно так получается, чтобы вы увидели, как это работает. Вот видите, вверху появилась малиновая линия, значит мы встали на границе. Это хорошо. Выделяю опять страницу и тяну вниз. Посмотрите, у меня получилась вот такая вот полоса. Вот она, эта полоса. Я на эту полосу хочу перетащить всю ту информацию, которая есть у меня вот на полосе, которую создал дизайнер. Но немножко изменить это все. Поэтому я делаю следующее. Я выделяю полностью всю полосу, кликаю правой кнопкой мыши и пишу копировать. Если я скопирую, я скопирую только саму полоску. Кликаю сюда копировать. Выхожу вот на эту серую полосу и прошу ставить эту полоску сюда. Вот она, эта полоса здесь появилась. Но посмотрите, она немножко подтягивается близко к названию, к подзаголовку. Давайте я ее захватив вот так вот якорем, тащу немножко вниз. Все, я ее установила. Это подсказки определенные, мы обращать на них внимания не будем. Теперь я хочу перетащить сюда вот этот текст. Я его дублирую. Вот у меня появляется второй дубль. И перетаскиваю именно в таком виде. Перетаскиваю вот в эту правую сторону. Теперь моя задача перетащить сюда вот эту фотографию. Я ее тоже дублирую. Появляется вторая фотография. Но я хочу, чтобы она у меня стояла с левой стороны. Вот она у меня стоит с левой стороны. Давайте посмотрим. Правильно стоит? Правильно. Теперь я выделяю объект вот этот фотографий. И тоже его дублирую. И перетаскиваю сюда, в эту область. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. И вот теперь с этой областью я буду работать. Если у меня все получится удачно, я ее оставлю, эту область. А область, которую сделал дизайнер, удалю. Если же мне не понравится эта работа, значит я оставлю полосу дизайнера. А свою полосу, которую я создала, я просто удалю. Итак, с чего я начинаю? Ну давайте посмотрим. Во-первых, здесь, если вы обратили внимание, то вот эта фотография с красивым рисунком, она наверху. А фотография с графиками, она внизу. Что я должна сделать? Я включаю инструменты. Вот они, наши инструменты. И выбираю в данном случае вот такую опцию, как «Слой». Открываю ее. И мне предлагается выделенный объект. Вот он мой выделенный объект. Переместить вниз. Нажимаю вот на эту кнопку. И видите, слой ушел вниз. То есть фотография с красивым рисунком осталась наверху. Теперь давайте посмотрим, что мы здесь можем сделать с этими фотографиями. Ну, во-первых, я могу изменить дизайн. То есть я могу сделать какую-то фотографию еще и в какой-то рамке. Вы здесь посмотрите внимательно, потому что, например, я могу сделать круглый, квадратный, овальный и так далее. Там всплывающий, наклеенный. Посмотрите, сколько здесь всяких разных возможностей. Я могу обрезать эту фотографию. Я могу поставить фотофильтр. Ну, например, сделать ее вот какой-то такой, вот такой вот старый. Вот видите, она ушла у меня под стекло. Возвращаю обратно. Вот такой вот, какая она была у меня. Такой оставляю ее яркой. То есть вы можете здесь поработать, принять решение, то, которое вы считаете. Это у нас анимация. Становив анимацию, я могу показать своему посетелю, когда он попадает сюда, на эту область. Фотография будет каким-то образом определенным всплывать. Но этого мне не нужно. Я могу фотографию сделать с ссылкой. То есть выбрать, куда эта фотография поведет. Или здесь ссылки не будет, или она будет вести на какую-либо страницу. Или это будет веб какой-то адрес, номер телефона, возможно, и так далее. То есть здесь есть такая возможность. И я могу дать сделать настройки для этой фотографии. То есть эта фотография может открываться при клике на определенную ссылку. Я могу изменить ее размер. Например, она автоматически останется такая, какая она есть. Могу ее растянуть в размере. Я могу добавить текст. Но самое главное, я могу добавить альт-текст сюда. Ну, например, я назову его, в данном случае, этому изображению, как график. Это очень важно для продвижения вашего сайта. То есть каждая абсолютно картинка должна иметь альт-текст. И я могу добавить сюда подсказку. Ну, давайте мы напишем с вами тот же самый график. То же самое слово напишем. График. Закрываем. А теперь давайте мы просмотрим с вами нашу страничку. Вот на нашей страничке у нас, видите, уже две полосы синие. Я подвожу вас сюда курсор и вижу, что появляется подсказка графика. Здесь мы с вами не работали, не писали ни альт-изображение, не делали ни подсказку. Поэтому у нас здесь ничего не всплывает. Возвращаемся назад в редактор. То есть вот такую работу вы можете провести, работая с вот такими вот изображениями. Ну, и давайте здесь уже доработаем с текстом. Я просто этот текст изменю. Напишу его как семь шагов. Вот так вот. Семь шагов к успешному продвижению вашего блога. Давайте немножко растянем нашу область текста здесь. Семь шагов я выделю и сделаю их оранжевыми. А вот внизу здесь, в нижней части, я напишу вот такими большими буквами слово «Подпишись». Но сделаю эти буквы больше. Посмотрите, вот такими вот сделаю их. Сделаю их оранжевыми. И сделаю их над холстом. Теперь задача только заключается в том, чтобы очень аккуратненько здесь все это установить. Давайте сделаем просмотр. Как видите, делается все очень быстро. Вот, пожалуйста, все получилось правильно. Так, как я хотела. Все, я возвращаюсь назад в редактор. Оставляю эту полосу такой, как мне понравилось. А вот полосу дизайнера я удаляю. Удалить я ее могу очень просто. Я могу ее просто нажать на клавишу «Дрить». Как видите, то, что было завязано на эту полосу, ушло. Остались только фотографии. И если я сейчас... Вот, пожалуйста, осталась область текста. То есть обязательно нужно вам проверить, что ли у нас здесь с вами ушло. Ну, а теперь давайте сделаем следующее. Здесь нужно мне установить форму подписки и сделать дополнительную полосу с включенным сюда видео. Вот эту часть работы мы будем делать с вами при следующей встрече. Поэтому ваша задача, если вы идете вместе со мной, так сказать, параллельно со мной работаете, то ваша задача подготовить на вашем рассылщике форму подписки, которую мы сюда с вами будем включать. На сегодня у нас с вами все. Мы научились с вами находить области объектов. Научились работать с такими объектами, как изображение и объектом текст. Остальные объекты мы будем с вами осваивать в следующих видео. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. Потом. Продолжение следует...